Рабинович является в клуб конного спорта. Хотелось бы поездить на лошади. Можно вас взять на прокат? Конечно. Вы лошадь какой породы предпочитаете? Мне бы подлиннее. Зачем? Нас же пятеро. Рабинович, почему вы всегда ссоритесь с женой на улице? Потому что дома Сарочка желает покоя. На работе умирает старый еврей. Другого старого еврея посылают подготовить его жену. Тот приходит по адресу, звонит в квартиру. Простите, здесь живет вдова Рабиновича. Простите, я не вдова. Поспорим. Ребе Рабиновичу. Вы с ума сошли? Зачем вы приташили в синагогу собаку? Ребе, это не простая собака. Она же умеет петь. Собака запела. Ребе восхищенно. Ой, весь мир, она так поет, что может быть кантором в нашей синагоге. Ребе, я ей твержу то же самое. Так она не хочет и слушать. Только зубным техникам. Сынишка банкира Рабиновича проглотил золотую монету. Через три дня банкир вызывает врача. Почему вы не вызвали меня сразу? Удивляется врач. Я не хотел, чтобы люди подумали, что монета нужна мне срочно. Рабинович встречает Абрамовича и жалуется. Не жизнь, а кошмар какой-то. С работы уволили. Жена ушла. Сына посадили. Ничего, ничего. Жизнь она как зебра. Полоса черная, полоса белая, полоса черная, полоса белая. Так что не расстраивайся. Через месяц они встречаются снова. И Рабинович говорит. Послушай, ты когда говорил про зебру, был действительно прав. Тогда у меня была белая полоса. Инспекция ездит по совхозам, выясняя, чем там кормят кур. Отборным зерном, отвечают в одном совхозе. Разбазаривать на кур отборное зерно следует страшный разнос. Отбросами, отвечают в другом, предупрежденном совхозе. Советских кур отбросами следует страшный разнос. Директор третьего совхоза, Рабинович, говорит комиссии. Сколько полагается в день на курицу? Две копейки? Вот мы каждая курица и даем деньгами. Рабинович, зачем вы купили тысячу комплектов портретов членов Политбюро? Открою в Израиле стрелковый тир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok